Во всемирный день битломании поклонники творчества Ливерпульской четверки вспоминают самые известные хиты, смотрят записи концертов, сами исполняют любимые композиции. В нашей республике любители британского рока собираются в тематических кафе, чтобы послушать хорошую музыку и поговорить с единомышленниками. Написать Шамхалова встретилась с самыми ярыми поклонниками битлов и окунулась в атмосферу 60-х. 13 альбомов, сотни концертов и миллионы поклонников по всему миру. Спустя годы их песни также любимы. Им пытались подражать их хиты номер один по числу каверов. А вот сами они, кажется, не похожи ни на одну из существующих групп. Мы можем сказать, что фактически они были родоначальником рок-музыки, но не тяжелого рока. Наверное, тяжелого рока были в Дип-Пепл и другие группы. А вот именно рок, что такое рок-музыка? Рок-музыка, с одной стороны, музыка протестная, как мы говорили всегда в Советском Союзе. С другой стороны, это самостоятельная молодежная музыка. Музыка, которая написана, еще раз говорю, молодыми для молодых. Сейчас битламанами принято называть всех любителей четверки. Но изначально термин закрепился за самыми шумными поклонниками. 1963 года в зале Палладиум в Лондоне, когда желающих попасть на концерт не вместились, и толпа огромная ждала четверку на выходе из зала. И была впервые привлечена полиция, чтобы музыканты могли дойти до автомобилей. Собственно говоря, это и было названо впервые в истории битламании. И после этого это покатилось. В Махачкале любители рок-музыки, как правило, собираются в тематических кафе. Владелец одного из таких, Дияудин, рассказывает. Сюда приходят послушать хорошую музыку, провести время в приятной компании, но для самых музыкальных устраивают даже вечер караоке. В основном, да, пообщаться и послушать музыку, которую, скажем, они не могут услышать в других заведениях города. Ну и в основном встретить своих знакомых, кому близки эти интересы. Музыка, рок, блюз, джаз. Такого плана. До сегодняшнего дня Битлз остается одной из самых популярных групп. О них снимают фильмы, посвящают им песни. Но в Британии до сих пор работает музей, в котором собраны личные вещи музыкантов. Написал Шамхалова, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.